привет всем еще раз всем кто смотрел первую часть еще раз привет всем кто смотрит вторую часть и только присоединился привет как и было обещано сегодня эфир вот первую часть я делал вообще я делал эфир делал эфир вчера но по музыкальным причинам из-за того что контакт не одобряет воспроизведение сторонней музыки он не дал воспроизведение музыку на закате как 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 обычно это 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 делаю поэтому пришлось честно говоря ну не прерваться просто продолжать комментировать привет 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 на или так ну что же пойдемте сходим в кафе del mar кто смотрел первую часть я начал с другой стороны про променада там где отель blow park он сейчас на большом ремонте вот дошел до кафе del mar и сделал перерыв на 15 минут чтобы немножко ну дождаться скажем так prime prime time потому что вчера я начал немножко поздно а сегодня начал слишком рано вот поэтому чуть-чуть решил сделать паузу ну что что вторая вторая часть пойдемте смотреть кто не видел первую часть она в записи без проблем можно посмотреть вот солнце сейчас пойдем пройдемся по променаду покажу сколько уже людей чтобы отпали вопрос сейчас правда много людей а что происходит а как сезон а как вообще все но пойдемте просто вам покажу и посмотрим и сами все увидим почувствуем так далее зайдем кафе del mar вот пойдем пойдем мимо потом зайдем и дальше пойдем на закат уже с музыкой продолжим уже смотреть так как мы любим это уже от кафе del mar отойдем в сторону и пойдем уже дальше смотреть в нашем стиле любимом так ну по поводу людей вы можете показать ответ на вопрос а много ли людей ну как все занято по крайней мере но практически все на 99 процентов кафе del mar да легендарное место почему есть почему я здесь то потому что мы рядом живем и первые эфиры я решил делать именно по поблизости да в кафе del mar такое заведение которое вообще-то легендарное открылась она 20 июня 1980 года три основания в кафе del mar были вот рамон карлос косы из мадрида вот сейчас ну не то что остался один они просто несколько раз разошлись и сейчас в основном управляет кафе карлос вот тот человек который в общем-то именно скажем так выстраивал всю идейную часть кафе del mar рамон уксак за к сожалению больше не имеет отношения кафе del mar уехал сарагосу завернулся ну то есть кафе del mar переживает уже такие скажем так не совсем не самые идейные времена вода вчера я кстати в эфире рассказывал но бог с ним это уже это было вчера сегодня сегодня вот кстати здание если вы кто кто-то не подписан на наш канал или группы в теле telegram там я рассказал что-то вот это создание что и что здесь будет здесь будет очень серьезная штука 1 если что как-то ничего сильно затягивают с ремонтом есть у них все хорошо бюджет у них не закончились и намерения не отпали вот да погода классная потому что сейчас особенно в этом году был прям очень такой мрачный дождливый и тучегонный март на самый наверное плохой по плане погоды март именно вообще за всю сезонию всю историю метеосвода кибицы то есть может быть это вообще за все за все за все время я обычно осторожен в его и в этих понятиях я перепроверил несколько раз а потом еще поговорил с местными таком марта не было никогда но зато вот сейчас солнце и правда все стало веселей вот такой моментика вот мало кто знает здесь вот есть такой клуб а бэк рум это и есть такое заведение называется но саванна относится но к мамбу знаменитому мамбу у них два заведения здесь мамбу саванна и минт и в саванне есть так скажем маленький клуб реально мало кто знает об этом но тем не менее есть я вчера рассказывал как мне предлагали сделать вечеринки но собрать людей было очень сложно что они хотели именно что да вот давайте вот русский потому что всех людей мы и так соберем нам нужно именно русские я говорю ну это это сложно сделать потому что коллективизация у нас в этом плане хромает и нужно собирать долго долго ну ладно когда следующий раз окей на этом и договорились сейчас пока саванна закрыты вот кафе дель марк открылись и вот людей прямо 15 минут назад было меньше часа гораздо гораздо больше вот да я как раз отвечал на эти вопросы теперь первой части как можно добраться египет турция франция дания швеция вакцина не нужна пцр самый частый вопрос до сезон будет что еще машину можно снять в компаниях 10 компаний нужно смотреть самые дешевые цены нет самого лучшего места проживания на острове тоже нет в общем весь этот перечень вопросов которые как раз таки задают чаще всего так что кафе дель марк к сожалению туда наверх мы сегодня не поднимемся привет там вот да мы сели но кстати они очень правильно делают потому что в общем то что место это то самое на самое классное место во всем кафе дель марк потому что оно такое историческое если не знаете кафе дель марк вообще задумал что если ты там всего все эти террасы да все этого про 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 мина да не было был было просто кафе дель марк которая в общем-то задумывалась как круглогодичные кафе и поэтому все таки облака которые здесь по дизайну задуманы и и учита их придумал и воплотил это свой художник архитектор испанский известный луи юэль он воплотил идею именно основателей этого кафе в том плане что он сказал что я хочу чтобы даже если снаружи плохая погода я хочу чтобы внутри кафе была всегда хорошая погода и поэтому вот так появились вот эти там облака своды голубые бирюзовые розовые да если вы вдруг не были в кафе дель марк обязательно здесь побывайте потому что зайти в кафе дель марк и побывать только на террасе это не значит что побывать вообще в самом кафе дель марк вот сама паска что там наверху на сегодня там дамы под фотографируется вот поэтому если будет на дель марк обязательно поднимитесь наверх это одно из самых трушных мест и чуть-чуть чуть-чуть я покажу балкончик такой и очень-очень все классно легендарно все как было раньше ну естественно сам сам силуэт кафе дель марк остался остается неисменным девушка держащая в руках солнце ну как это лампа но это самом деле даже солнце вот пойдемте вот пойдемте целая фотосессия так там садим наверху находится камин потому что как раз по той самой при 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 причине плитка азулежу португальская плитка не путать с нашей джелью вот поэтому в данном случае вот в данном случае очень рекомендую именно зайти и посидеть в самом кафе дель марк, чтобы почувствовать всю ту атмосферу которая именно совозайдение потому что все сидят в основном на террасе а весь мак он как-то находится внутри вот что мне больше нравится то что не теряется не теряется именно сам дух и антураж кафе хотя конечно многое коммерциализироваться уже но тем не менее кафе дель марк было легендарным у ребят уже футболки 42 года что 42 года в этом году да вот смотрите девочки отошли хотел показать камин камин как раз таки это говорит о том что в общем-то кафе было круглогодичным и зимой тоже можно было поэтому такое дизайн обязательно заходите да еще таком моменте вот здесь вот на крыльце есть покажу вот это моментик вот здесь знак и на крыльце есть написано рамон карлос и хосе рамон карлос и хосе это и есть основатели кафе в 80-м году была сделана эта надпись скажем так в бетоне и так вот сюда но и осталось основатели отметились именно основательно в основании своего кафе но очень привет будете в капитальмар обязательно зайдите внутрь не оставайтесь на террасе потому что я встречаю людей которые наши вы были в дельмар да были и как вам как каком интерьер а какие там интерьер мышь по дневным сидим то есть короче то самое что прийти в эрмитаж но не зайти в сам 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 эрмитаж оставаться вокруг походить и считай что быть верно даже конечно эрмитаж на другая история диджейка в том углу где играла знаменитый после падения все одни из самых лучших во времен кафе дельмар н но его заслуга в том числе ну и не его исключительно но его в том числе поэтому обязательно можноить здесь и познакомить с диджеем хотя я вообще вот этот диджей mainsPE мне є менее мы не очень нравится потому что я всегда чувствую по музыке насколько человек что ли близок или прочувствует именно атмосферу самого кафе, что ли. Но, мне кажется, он не совсем его прочувствует. Потому что, ну, играет частично такой типичный лаунж, который, честно говоря, не цепляет. Ну, не знаю. Кому как. Вот. Здесь терраса кафе. Открыли ее где-то в районе 2000... По-моему... Что-то я уже начал подзабывать. В районе 2000... 2010-х. Вот. Терраса, по сути, ну, просто это расширение. На самом деле, вот там вчера просто я рассказывал про кафе более развернуто. Будет еще один эфир, я его смонтирую, вырежу ненужное, выложу. Захотите посмотреть, посмотрите. Вот. Вот там, где вот эта девушка, где плакат, должен быть вообще вот это все здание, вот это все. Это должен был быть отель кафе Дель Мар. К сожалению, его не состоялся, потому что на тот момент уже основатели разошлись по суду и, ну, как всегда, из-за лба де мани не поделили и не получилось. Магазин остался, магазин на первом этаже. Террасу сделали, а вот отель кафе Дель Мар не успели сделать. Хотя было бы, конечно, очень-очень круто. Вот. Вплавь. Да, классное предложение. Доплывешь, расскажи, как. Вот. На танке еще лучше доедешь, расскажи, как. фарминтеру. Да нет, нет, не затопило. А почему ее должно затопить? Вот. Вот. Ну, в связи с чем? Может, я что-то забыл? Вот. Нет, все хорошо. Все нормально. Все будет. Ну, вот. Так, что хотел показать? Да. Хотел, хотел пройти, пройти вдоль, вдоль береговой линии. Как помните, раньше здесь, кто ездит давно на остров, да, на Ибицу, Кафадель Мар, здесь раньше все эти, конечно, берега были усыпаны людьми. Люди сидели вообще везде, где угодно, с бутылками. То есть, абсолютно, пляж был усыпан, ну, людьми, тусовщиками, да. Вот. Потом их стали гонять, типа того, что нельзя, там, мусор и все такое, хотя, когда все годы можно было. Это, конечно, дело вообще не в мусоре. Ну, в мусоре тоже, но это все чистая коммерциализация острова, абсолютно. И просто людям надоело, что многие приходят смотреть закат, слушают музыку, и за это ничего, ну, не платят. Так Ибица стала, так Ибица стала сильно коммерциализироваться. То есть, это такие уже, не то, что отголоски, а проявление прямой, ну, коммерциализации острова, к сожалению. Вот. Поэтому, поэтому многие такие вот моменты приятные, они, в общем-то, пропали. Вот сейчас пока мамбу не открыта. Ну, понятно, что на ступеньках можно сидеть, да, но вот так, когда будет кафедр, мамба будет открыта, чтобы сидеть на ступеньках, и пить, конечно, ну, нельзя. Охрана ходит, говорит, нет, нельзя пить таки суровым видом. В общем, всякая чепуха. Я считаю, что это, ну, все равно нельзя это запрещать делать, потому что, ну, скажем так, Ибица всегда была оплотом духа свободы, духа раскрепощения, демократии. Люди сюда поэтому и стремились. То есть, те люди, которые, по сути, раскрутили остров, да, то есть сейчас уже, ну, огромное количество людей сюда приезжают, ну, постфактум, именно на раскрученное место приезжают, начинают удивляться, а что тут такого? А ведь и правда. А что тут такого? Потому что Ибица, ну, она сильно меняется, но, опять же, 60-е, 70-е, 80-е, 90-е, понятно, в каждом десятилетии, в каждой декаде есть своя прелесть, есть своя прелесть, но суть в том, то, что, суть в том, что все это урезается. Каждый год все это меньше, 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 потому что как раз-таки вот эта вот коммерциализация, она сильно захватывает остров и, в общем, чикает по самым таким болезненным местам. Вот. Так, ну, пойдемте уже, хотя нет, еще, в принципе, полчаса, пойдемте еще раз, пойдемте мимо Дель Мар, наверное, или по променаду, просто пройдем, вот, поболтаем, вот, Света, да, привет, 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 место, куда хочется вернуться, Форвентера, да, скорее всего, Перешейк, Затопе течения, который, а, ну, так это да, это обычная история, Перешейк, его, он, просто вода то поднимается, то уходит, это нормально, то есть это как, ну, это, как знаете, есть, во Франции, замок известный, где приливы, отливы, вода уходит, приходит, уходит, приходит, то есть вот, ну, этот Перешейк, он периодически, скрывается, появляется, скрывается, появляется, Перешейк, это Перешейк, между пляжами, Иван и Летос, и частным островом, Эспальмодор, то есть его можно перейти вброд, как когда низкий уровень по воды, а можно вообще дождаться, когда уровень совсем упадет, и тогда можно перейти прям, ну, прям, ну, когда прям мелко-мелко-мелко, так что, есть такая история, но это совершенно такая, ну, нормальная типовая история, то есть он просто находится на мелководье, ну, как Перешейк, это в принципе мелководье, поэтому он, то поднимается, то опускается, вот, Света, привет, да, обязательно эфир сохранится, посмотрим, все, вот, да, приходили толпы со своим буклом, да, это было, но их начали гонять лет 6, нет, 8, где-то назад, и постепенно, 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 ну, короче, это все погрешности к коммерциализации острова, вот, да, сансет, выходишь из воды, это правда, на Ибисов всегда хочется вернуться, вот, это очень хорошие слова, потому что, часто люди говорят, когда, допустим, мы куда-то там, я делаю тоже поездки по острову, и люди там говорят, вот, я хотел бы здесь, здесь остаться, все же, все это может быть достаточно превратно, воспринято, и не всегда, ну, восприняются как в хорошем, ну, как в хорошем смысле, часто это может быть именно в переносном, к сожалению, случаи, трагические, они имеют быть место, ну, по факту, как, как ни крути, вот, поэтому, практически каждый год, когда еще работал на туроператор, Натали Турс, какие-то, какие-то, постоянно, ну, не постоянно, а периодически происходили какие-то происшествия, скажем так, с трагическим концом, вот, один тоже там парень, жил в отеле, куда-то он поехал, в итоге возвращался ночью, провалился в колодец, и все, короче, вот, его потом еле нашли, вот, в Гранд Отеле тоже, человек, тоже наш, отдыхал, облокотился спиной на стеклянные перила, они рассыпались, там, видимо, какой-то дефект был, стекла еще, и он спиной упал там с третьего, с четвертого этажа прямо в холл, вот, поэтому, ребятушки, вот, очень правильно эта фраза, я просто часто именно об этом говорю, что лучше говорить, хочется вернуться, вот, это, это более верная история, вот, так, ну, давайте, наверное, искать место уже для сансета, для заката, остается у нас до заката 25 минут, и, может быть, даже, подойдем туда поближе, чтобы мы могли показывать кафе Дальмар, и, какие-то, может быть, лодочки подойдут, а лодочки всегда на закат приходят, всегда, вчера, кстати, людей было больше, ну, суббота, многие прилетают просто на выходные, на остров, на 5 субботу, ну, в основном, конечно, испанцы, да, в этом сезоне людей будет очень много, вот, я уже писал об этом, примерно, в декабре, еще, что на 90% сезон состоится, 100%, ну, как бы, на 90% минимум он состоится, вот, и уже к Новому году было понятно, что сезон этот будет не просто на 90%, а на 110%, то есть, тоже я вчера уже рассказывал, что брони 2021 года превысили брони 2019 года на момент вот этих вот, ну, декабрь-январь перехода, да, на 20%, то есть, на 20% больше, чем в доковидный год людей уже забронировало отели сейчас, то есть, людям, по сути, все равно, как я, в принципе, тоже часто говорил, людям все равно на кризисы, на какие-то, такие ситуации, которые сотрясают мир, к сожалению, но им все равно, им все равно, все деньги потратят на отдых, на себя любимых, это как бы, ну, здесь нет, опять же, ничего предосудительного, просто такова человеческая натура, потому что, ну, все работают, все запарены, всем хочется, какое-то восполнение энергетики, каких-то эмоций, чувств, и все, конечно, едут отдыхать, ну, кто куда, кто куда может, вот, вот, людей будет очень много, да, уже первое открытие состоится, ну, меньше, чем через две недели, сегодня 16, 28 апреля, первое, первое клубное открытие, я подчеркну, вот, первое клубное открытие, поэтому в данном случае, и после этого открытия, уже потом все остальные пойдут, ну, как бы, одно за одним, зацепляясь, там, ну, буквально, там, уже там, 10-е, аннезия, и все, 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 пока только молчит привиледж, по той причине, что, сейчас меняют привиледж собственника, и поэтому пока еще тишина, ну, посмотрим, что будет, что будет дальше, хотя привиледж последние годы, очень крутые вечеринки, я тоже о них много пишу, вернее, писал, сейчас пока ничего не происходит, это как резистанс, в 2017 году, которая появилась, если кто был, тот понимает, о чем речь, а если кто был с самого первого года, тот тем более, понимает, о чем речь, то есть резистанс, это прям, очень крутая, крутая вечеринка, ребяточки, сейчас я поставлю, на подставку, телефон, вы его любите закатом, а я буду ставить штатив, вот, включу музычку, и начнем, очень кайфово, смотреть, закат с вами, окей, так что не скучайте, попереписывайтесь пока, если есть вопросы, спрашивайте, я подойду, потом отвечу, отец, нужно разгрешить, ys, недом間, всю勇цию добавлю, эту передачу, все заставка, сitute, все заставку, вторая, в 44-шене авиа, состоит, oyunком, загариваю, косиков, это было покой도, в space, один inviteUC, обиду, все заставка, Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Все эти беды и невзгоды И все это печальная история То, что происходит в мире И последние два года, и сейчас И конечно все хотят жить В этом мире все хотят жить в мире Чтобы можно было летать Можно было, не знаю, свободно перемещаться Свободно жить Но всегда есть в мире кучка людей Которые даже при самом Спокойном образе жизни пытаются что-то Замутить И остальным людям из-за этого потом и живется Неспокойно на планете Поэтому очень хочется, чтобы Все нормализовалось как можно быстрее Вот Не только потому, что мы можем ездить на Ибицу А просто потому, что Жить хорошо И нужно жить хорошо Не ругаться Ребяточки дорогие, спасибо за то, что смотрели эфир Я надеюсь, он вам понравился Вы вообще, как кстати Я это говорю всегда, повторюсь еще раз Совершенно не стесняйтесь писать комментарии Только разумные Не всякие глупости Сегодня кто-то написал Покажи колготки из серии Это конечно смешно Но Это из серии шутки за 100 Вот Поэтому Или как говорит моя жена Шутки за 17 плюс За 18 плюс можно сказать Поэтому Друзья дорогие Давайте жить Дружно, красиво, мирно Беседовать Вот Я очень рад, что ВКонтакте Дает такую возможность Делать действительно очень Хорошее, классное вещание В HD картинки Правда, трафика сжирается огромное количество Вчера посмотрел Часовой Вот эфир, который я делал Я Пришлось его удалить Кто-никто, никто не смотрел По причине того, что вчера не работал звук Вот И к сожалению Получилось ему не очень Вот Ну мы Мило беседовали Но тем не менее Люди вчера, кстати Посмотрело немало Вот Но к сожалению Пришлось удалить Но Рафа, если ты смотришь Он все равно сохранился И я его сохранил Но из ВКонтакте Я его полностью удалил Так что я вырежу ту часть Где там не очень хорошо Мы наложим звук И будет все красиво Я его выложу Так что Непереживаемый, дорогой Он сохранился Он у меня есть Вот Друзья Вам желаю я Всего хорошего По поводу того Что как добраться на Ибице Вот тут сегодня Спрашивал Выше Ильдар Можете по стоимости Рассказать от полета до улета Ильдар Ильдар тебе И всех, кого интересует Это вопрос Вопрос комплексный Во-первых Я не знаю Где ты живешь Во-вторых Нужно понимать Есть у тебя виза Или нет В-третьих На какой отдых Ты рассчитываешь Это будет бюджетный отдых Средний Или это будет отдых Безлимитный Вот Поэтому Ну обычно считается так Среднее среднего Так что есть бюджетный Совсем бюджетный Есть бюджетный средний Есть бюджетный высокий Есть средний бюджетный Средний 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 высокий Ну и так далее И также есть там безлимитный, но безлимитный там как бы он лимитный. А есть действительно безлимитный, как когда люди покупают, уложат там вот 200 тысяч евро за вечер. Это такое, это, это, то есть огромные разницы в тратах на острове, огромные просто. Вот, поэтому посчитать бюджет, но обычно я считаю средний-средний. Ну, примерно, прикинь, сейчас где-то возьмем условно из Москвы перелет, да, потому что как отрубную точку по умолчанию, на Москве уже там каждый сам посчитает. То есть это будет туда-обратно, ну, тысяч тридцать-сорок сейчас, да, с учетом облета. Если был бы Приморец, да, это было бы 15 тысяч туда-обратно, как раньше, да, это была Москва-Ибица. Сейчас это стоит дороже, вот. Пребывание в день, да, с учетом курса евро, да, сейчас немножко изменился. Ну, я думаю, что нужно, ну, хотя евро-то здесь, по сути, там вообще никак не изменился, да, и цены, они, по сути, как были, они выросли, конечно, да, они стали немножко ощутимее, ну, а когда ты на отдыхе, ты это мало ощущаешь, ну, вот. Ну, нужно прибавить процентов 10-15, наверное, к сумме максимума от того, что было. Я думаю, это несущественно много, на самом деле, ну, смотря, сколько тратит, конечно. Вот. Тем не менее, все так же достается комфортный минимум на траты в день 100 евро. Это с учетом того, что, это с учетом билета в клуб, среднего, недорогого. Это с учетом, в клубе, естественно, пить ничего не получится. То есть это, там, скромное двухразовое питание в день, там, салатик, да, что-то такое, ну, очень бюджетное. Билет в клуб, хотя можно часто проходить бесплатно, просто нужно вписываться в гест-листы, там, всякие электронные списки. Мы это все информацию даем. Вот. Мы не вписываем, но информацию даем, а там уже кто как хочет, кто не ленится, кто так всегда впишется. Ну, вот. И все, и, пожалуйста, на 100 евро реально можно в день приехать. Вот. Да, это без учета, конечно, отеля. Отель отдельно. Отель, ну, в среднем нужно брать 50 евро. Ну, то есть, вот, 50 евро на отель стоит 100 евро в день траты, плюс перелет порядка 30-40 тысяч. Ну, и виза, по-моему, сейчас стоит, не знаю, мне кажется, в районе 65-75 евро, если я не путаю. Потому что данные, конечно, да, ну, они меняются. Вот. И все, и, пожалуйста. По поводу того, как сейчас одни из самых частых вопросов. Один уже как-то более-менее отваливается, но все равно остается. А будет ли сезон? Сезон будет, говорю это в 100500 раз. Привет, 100500. Старый, древний, добрый. Короче говоря, в миллионный раз, говорю, да, сезон будет, будет на 110%. То есть, будет прям сезон, серьезный, крупный сезон будет. Больше, чем до ковида. Громче, чем до ковида. Открытие первое состоит уже 28 апреля. То есть, это меньше, чем через 2 недели. Открывается клуб Актан. За ним будет амнезия, пача, там, все-все-все подряд. Хай, ушвай и все-все-все-все-все. Да. Ильяр, запиши. Это можно все это посчитать. Вот. Это я тебя посчитал именно так. С наметками среднее в среднем. Вот. Конечно, все, что выше ты захочешь, это абсолютно, ну, такое. Но, скажем так, все, что ты не привезешь на остров, ты все потратишь. Вот. Если ты захочешь гулять, там, нормально, в клубе комфортно выпивать, рассчитывай о 200 евро в клубе. За ночь, естественно. Как коктейли в клубе дико дорогие, вода собачья дорогая просто. То есть, все, что касается клубов, дорого. Вот. Конечно, можно прийти, я говорю, бесплатно, сэкономить, там, 30, 40, 50 евро. Но все равно это время нахождения в клубе, да. До хедлайнера они обычно выходят в 3-4 часа ночи. Естественно, ты не будешь стоять просто так. Ты захочешь что-то выпить. И эти сэкономленные деньги у тебя уйдут как раз-таки на то, что ты выпьешь. Поэтому, когда люди говорят, ой, мы ходим бесплатно, вот мы там экономим денег, я говорю. И что вы там делаете? 3-4 часа потом поползаете по стенкам, ждете этого бедного хедлайнера, когда он выйдет. То есть, экономия, ну, такая. Так себе. Но на самом деле, ничего лучшего не придумано, чем реально покупать билет в клуб. Потому что система отработана десятилетиями. Все хитности уже давно известны. Купил билет, пришел к 3-м часам, послушал хедлайнера, выпил коктейль. Это реальная экономия. Это реальная экономия, ну, сил, денег и времени. Вот. Кто захочет просто прийти в клуб, вот не знаю, вечеринку просто захожу в клуб, там понятно, что хочу просто посмотреть. Не хочу платить ни копейки, хочу просто познакомиться с клубами и потом рассказывать всем друзьям, как я круто ходил везде со знанием дела. То, конечно, можно вписаться в гист-лист. Это бесплатно, до определенного времени входы бесплатный. Но всегда нужно приезжать, ну, как минимум, как минимум на полчаса раньше. Потому что все, как обычно, приезжают. Ой, за 15 минут приеду, быстро зайду. Все приезжают за 15 минут. И 75% людей не заходят. Потому что все друг друга встречаются на входе и пролет. Поэтому минимальная сотка в день проживания, я уже сказал, да. Ну, все остальное, это как карман позволит, как желание пожелает. Допустим, всякие вип-ложи в среднем стоят в клубах. Вот мы тоже этим занимаемся, делаем брони. У нас вот уже заказы есть потихоньку. Уже на Соломона бронируют люди там на конец августа. Ну, примерно нормальные ложи от 500 евро на человека в ночь. Ну, за вечер, понятно. Вот. Чем крупнее артист, чем громче вечеринка, тем дороже. Ну, Соломон, понятно, стоит дорого. Потому что он раскрученный, поэтому на него дорого. Вот. Что дальше? В целом, попытаюсь сделать какие-то эфиры из интересных мест. Вот. Спрашивайте, не знаю, предлагайте, пишите ВКонтакте. Если вы где-то были какие-то клевые места, свои любимые, давайте, не знаю, рассмотрим эти заявки. Что-то можно поделать. Просто я знаю, ну, остров очень хорошо. И, естественно, мне хочется разбежаться на все четыре стороны. Но я выбираю места, которые мне кажутся классными. Я говорю, иногда, может быть, минус то, что, допустим, какой-то ветер, да, я приезжаю и не получается ничего делать. Вот. По поводу сезона что еще? Да. Это один такой вопрос, который, в общем-то, волнует сейчас, наверное, как попасть в Европу из России. Которые часто спрашивают. Это самый часто сейчас вопрос. Отвечу еще раз. Попасть в Европу из России по туристической визе, я подчеркну, можно сейчас через Францию, можно через Швецию, через Данию, через Турцию. Турки, по-моему, стали уже принимать карты мир, то есть в рублях, по-моему, даже уже вновь появился расчет. Понятно, что будет дороже, чем напрямую лену лететь, но здесь либо лететь, либо не лететь. Вот. Сейчас единственная, конечно, проблема, как рассчитывать, как евро, как это все покупать. Но, насколько я знаю, что сейчас разморозили валютные счета, даже в России, если у кого-то были, сейчас этих можно снимать. Я думаю, пройдет какое-то время, и можно будет уже как-то, ну, все-таки с валютой станет попроще. Все-таки в глухой СССР мы, наверное, не уйдем, потому что, ну, мне кажется, это бессмысленно делать. И что-то можно будет уже купить и как-то путешествовать по миру. Вот. Поэтому, это сейчас главная причина, как быть с деньгами, да, при переехов, как вылететь. Но, тем не менее, чтобы не стало, допустим, причиной то, что из России якобы нельзя вылететь, не можно. Можно. Вот. Можно вылететь, можно. Но нужно просто знать другие обходные пути. Вот. Они никакие там не официальные. Об этом официально заявляется. Пожалуйста, без проблем. Вот. Я также знаю, что у меня знакомые друзья открывают карты, в частности, в Беларуси, в Казахстане, в Узбекистане. Про Армению слышал тоже. То есть, открываются карты и свободное обращение валюты на этих картах, доллары, евро. И, пожалуйста, можно вылетать этими картами, расплачиваться и пользоваться, в том числе за границей. Вот, кстати, именно об этом речь. Если вам не лень, есть возможность выехать и сделать такую карту, пожалуйста, выезжайте, будет у вас карта и будет валюта. Слот и такой, блин, валюта, которая уже, как мне казалось, осталась в 90-х. Но нет. Но нет. Она все еще с нами. Друзья, дорогие, в общем, спасибо вам большое за то, что вы были. Кстати, друзья, мои дорогие, сейчас без 10 минут 9 по местному времени. Они ровно, ну, без 11. Через 11 минут на радиостанции Balearica Music начнется наш эфир, но наш не Ibiza Family эфир, а наш эфир Sugarman. Проект, с которым мы сотрудничаем. Не то, что сотрудничаем, проект, с которым мы срослись 2 года назад. И теперь я являюсь их менеджером, директором и таким двигателем этого проекта. То есть, Ibiza Family, двигатель проекта Sugarman. И в связи с этим вот у нас начались эфиры совсем недавно. Но новая радиостанция на Ibiza Balearica Music. Это очень серьезная, крутая радиостанция. Ну, вот она, очень клевая музыка. Вот она прям совсем новая. То есть, там больше половины команды ушло с Ibiza Global Radio, ушло на Balearica. То есть, чтобы вы понимали, что это люди не новые, это профессионалы калифеи своего дела. Так что, через 11 минут начнется эфир. Сайт Balearica Music.com. Вот здесь, внизу, под этим, в общем, в ленте новостей, сегодня есть пост. Радиошоу называется «Мурава». Каждое воскресенье в 9 часов вечера по местному времени. Получается, в Москве это в 10 часов. Так что, подключайтесь. Сейчас я эфир здесь закончу. И подключайтесь там. Послушайте. Очень классное радиошоу. Это действительно Ibiza Balearica. Это прям тру-музычка. Я очень-очень рекомендую. Мы очень-очень ответственно к этому относимся. И составляем эфиры очень тщательно. Ну, я думаю, мало диджеев таких есть, кто бы безответственно к этому относился. Но это большая ответственность. Нужно быть на Ibiza Balearica радиостанции. За этим очень следят строго. И поэтому отбор туда достаточно, в общем-то, жесткий. Но удалось туда попасть. На свое еженедельное фирменное шоу. Так что, через вот как раз уже 9 минут, на BalearicaMusic.com Радиостанции. Подключайтесь. В этом, господи, в WhatsApp'е, в App Store и Google Play есть приложение Balearica Music. Так что, скачьте для удобства. Включайте. Одной кнопкой раз. И там прям сразу идет Play. Очень удобно. Вот. Что еще? Да, такая еще новость. Вчера тоже писал. Мы выпустили совместно с магазином, московским, крутым аудиофильским магазином Audio Mania. Выпустили пластинку Sugar Man. Раф, а если ты смотришь, тебе большой-большой респект. Человек, который принял непосредственное участие в выпуске этой пластинки. Ну, мы, Ibiza Family, скажем так, мы всех объединили. И люди в итоге знакомятся, работают, сотрудничают, делают добро друг друга. Вот это, то есть это я как раз таки и называю настоящая Ibiza Family. Вот. Поэтому ребята Sugar Man выпустили свои пластинки. Ну, как бы это мы вместе, да. И там на задней, на обороте пластинки наш логотип тоже присутствует. Также присутствует логотип лейбла пластинка .ru, на котором вышли эти треки. Конечно же, Audio Mania. Ну вот. Это такой мини-альбом, виниловый мини-альбом EP. Называется он Дыши. Там пять треков на стороне А, а пять отдельных треков и три extended версии на стороне Б. В том числе такой трек, как Поля. Послушайте, пожалуйста, это очень крутой трек. Я бы его легко поставил в танцевальные хиты российской электронной музыки. Поставьте. Это такой, он таким старославянским говором. Реально очень крутой трек. И вот нам, в этом почему-то мы его пытаемся раскрутить. Вот. Если купите пластинку, респект вам большой и поклон. В группе тоже есть ссылка на магазин Audio Mania. Там, где можно заказать пластинку, пластинку доставят по всей России. Это не вопрос. Вот. Ну что. Потихонечку наступает вечер. Кафе Минт. Мамба, как я говорил, закрыта. Кафе Дель Мар немножечко расчеклили. Ну, немножечко, вернее, они открылись. 15 апреля было официальное открытие. Вот. Ну и все. Ребята уже работают. Вот так вот вечереет. Становится красиво. Вот. Да, скажу еще раз. Через два поста по ленте вот этого как раз-таки ссылка на пластинку есть. Если хотите, смотрите, прямая ссылка. Классно. Буду рад, если приобретете. Вот. Да, и чуть-чуть попозже будет информация по презентации этой пластинки. Затем примерно, не скажу когда, уже известно где, но мы составляем программу, чтобы еще было выступление. Как будут здесь известны все детали, все расскажу и будем делать презентацию в Москве. Будет клево. Будет выступление, я надеюсь. Как раз я сейчас над этим работаю. И будет презентация пластинки, пресс-конференция и автограф-сессия. Вот. Информацию дам. Ребяточки, спасибо большое всем огромное, что смотрели. Вот я кепочкой вам махаю. Сейчас, не знаю, попробую выйти в кадр. Не знаю, будет ли мне видно. Привет. Спасибо. Спасибо большое, что смотрели. Правда, заказ был классный. Не видно меня хорошо, не видно. Поэтому буду рад, если будете смотреть и дальше. А также приезжайте на остров. Будем мы в Тантре. В этом году, я думаю, опять. Вот, честно говоря, хотели отказываться, но не буду отказываться. Будем дальше продолжать. Поэтому, welcome. Вот. И в Телеграм, в группах Телеграм, в ВКонтакте. Заходите, вы там, в канал, группа. Давайте общаться. До следующих эфиров. Тогда увидимся. Я, честно говоря, не очень люблю быть в кадре. Люблю-люблю-люблю-люблю быть больше за кадром. Люблю красивую музыку. Так что, ребятушки, давайте продолжать и бесценить. Даже если Ибичка сейчас труднодоступна, будем на связи. Окей? Спасибо за эфир. Жень, спасибо. Спасибо. Давайте, не напоследок, а под завязку, еще послушаем немного красивой музыки, которую записал специально для этих эфиров Феликс. Мой большой друг из Пятигорска. Человек с потрясающим музыкальным вкусом. И кулинарным вкусом, кстати. Да, я скажу тогда сразу пока-пока. Увидимся в следующем эфире. На связи. И давайте не унывать. Все будет хорошо, потому что без этой мысли жить становится не очень хорошо. Так что, нужно быть уверенным, что все будет хорошо. Сегодня, кстати, в бухте видел дельфинов. Подняли настроение. Ну, жизнь продолжается. Жизнь продолжается, мир у мир. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok